Итак, ребят, добро пожаловать на пятый этап Формула-1 на Грам-при Испании. Первое европейское Грам-при, от которого я ожидал то, что, как обычно, мы сможем финишировать на хороших позициях. Темп у нас будет, поскольку в Испании у меня очень хороший темп. Но, в принципе, в первой квалификации в первом месте я спокойно выхожу. Во втором, также без каких-либо проблем выхожу в третий, что являлось для меня проблемой, ведь я вышел на него на софте. Я пытался пройти в него на медиуме, но 15-я позиция меня это как бы не устроило. По итогу, в третьем сегменте я вышел, конечно, на софте, но в самом третьем сегменте я проехал в первый круг очень неудачно. На второй попытке я разложил свой болид. И причем я ехал уже на использованной резине, так как банально у меня не было свежего комплекта резины, ведь два комплекта я уничтожил снова в первом сегменте. И надо что-то уже с этим делать, поскольку в первом сегменте я трачу слишком много резины, и из-за этого я в третьем сегменте не могу проехать намного лучше. Ну ладно, надо продумывать теперь, как я буду ехать, ведь в Испании нету стратегии софт-хард. Тут есть стратегия софт-мидиум-мидиум. И это проблема, ведь с двумя пидстопами мне не хватит темпа, чтобы догнать тех гонщиков, которые идут на стратегии в один пидстоп на медиум-харде. Соответственно, надо было подумать, как я смогу далеко забраться. Невозможно, что один-то будет поменять стратегию, может где-то будет надо пересидеть, где-то не досидеть, чтобы тем самым выиграть для себя там лишние секунды, чтобы догнать опять же впереди идущих. Ладно, стартовая решетка у нас выглядит следующим образом. Первый у нас Льюис Хэмилден, трой Вальд Реботтес, третий Шарли Клерк, четвертый Пьер Гасли, пятый Себастьян Феттель, шестой Карл Сайенс, седьмой Роман Грожан, восьмой Ланда Норрис, девятый я и десятый Даниэль Риккярда. Ферстаппи у нас взял штраф за использование лишнего элемента и стартует у нас с тринадцатого места, а по сути стартовал бы он с третьего или четвертого места своего, он бы точно смог выиграть, поскольку он третий сегмент прошел на медиуме, и стартейка у него была бы в один пидстоп, и соответственно без каких-либо проблем он мог бы вырваться вперед и выиграть эту гонку. Но по итогу да, он дарит эту возможность мершедесам, потому что прорваться ему придется довольно сложным через весь пилотон, также через гонщиков, которые будут его все-таки замедлять в какой-то степени. Ну и посмотрим, как он сможет далеко все-таки прорваться. Ну и переходим к старту. И гасну красный огонь, я кое-как опять сорваюсь с места, проигрываю старт, как обычно, своим противникам, которые еду тоже на софте, и у меня слева и справа обходят сразу двери, но... Но окей, я думаю, ладно, перешусь чуть позже вас, ребята. Ну и в первом порте я решил не лезть все-таки в внутреннюю часть, чтобы не произошло контакта, и начинаю потихоньку ехать за двумя ренок, которые начинают бороться бок о бок, чем я начинаю немного пользоваться. В затяжном третьем повороте я выхожу чуть быстрее них, и уже в четвертом, на более позднем торможении, я обхожу сразу двери ноги и возвращаю себе свою девятую позицию. Пускай, конечно, не дуг, на который я должен был стартовать, но все же с девятой позиции. Посмотрим, смогу ли я на ней финишировать, по крайней мере на стратегии именно двух пистопов. Через четыре круга я догнал все-таки Норриса, за счет ДРС, который у нас уже в тот момент имелся. Ну и передо мной также Граждан боролся с Саенсом, он пытался его обойти, но никак у него это не выходило. Норрис также пытался меня контратаковать, после моих ошибок на выходе с второго поворота, но ничего у него не получилось. Ну и по итогу я погнался за этой парой, и решил то, что я пойду в пистоп тот момент, когда кто-то из них поедет, собственно, этот самый пистоп. Граждан свернул, я решаю тоже свернуть, потому что, ну, может быть, получится сделать андеркат некий, по отношению к Саенсу, и выйти, может, чуть впереди него, либо же, наоборот, намного ближе к нему, чем я вот был в данный момент. Пистоп я провожил быстрее, чем Граждан, но выезжает он все-таки впереди меня, и за счет этого он ускоряется и отъезжает. Ну, благо, недалеко отъезжает, я вот тут же догоняю через какое-то время, и за счет ДРС и Слепстрима уже без проблем обхожу. И впереди нас уже шла вот именно группа пилотов, которые замыкали пилотун, и что самое интересное, среди этих пилотов были два болида Racing Point. У Переса я знал, что были какие-то проблемы, из-за чего он так медленно ехал, а у Строла я, к сожалению, не знаю, может быть, также проблемы с ДВС. Норрис у нас сходит на 8-му кругу передо мной, и, соответственно, остается у меня только Саенс. Но проблема Саенса была в том, что он успел обойти Кубицу и Переса, по сути, в начале третьего сектора, что дало ему шанс отъехать от меня подальше, а мне же, в свою очередь, пришлось катиться за этими двумя болидами, потому что они ехали крайне медленно, и в третьем секторе довольно сложно кого-либо опередить, поскольку здесь очень узкая трасса, и очень медленная она, опять же. Из-за этого опередить никак не получится до старт-финишной прямой. К этому моменту уже Саенс неплохо так отъехал от этой пары, ну а я же в свое время наконец-то вышел на старт-финишную прямую, где у меня был ДРС и Слепстрим, и за счет этого всего я начинаю потихоньку опережать, сначала Кубицу, ну и уже потом Переса, мы также начинаем опережать вместе с Кубицей, и уже в первом повороте я начал трамотить чуть позднее, и за счет этого сразу опередил их двоих. И продолжаю свою погоню за Саенсом, который начинает догонять следующую пару в виде, опять же, Вильямса и Рейсинг-Поинт. В этот раз уже был Строл и Рассел, но он успел их обойти, и опять же я начинаю за ними медленно, потихоньку ехать. Пытался найти лучший момент для атаки, поскольку мне надо было как можно быстрее их обойти, чтобы, опять же, не терять кучу времени, ведь у меня все-таки был свежий Мидиум, у них уже он был довольно старый, и в скором времени они бы поехали на свой запланированный пидстоп. Опередил я сначала Строла, потом через какое-то время я опередил еще и Рассел в начале третьего сектора, и уже вот он Саенс, который уперся в Дживинации, и плюс это было в третьем секторе, соответственно Саенс какое-то время потеряет. Но, к сожалению, я не успел их догнать, Саенс успел опередить Дживинации, я же в свое время Дживинация опередил через пару углов после этого, на старт финишной прямой, без каких-либо проблем, ну и все, после этого я продолжал просто ехать, и ждал своего второго пидстопа, на котором я уже поменяю свою резину. Но я решил немного переиграть эту ситуацию, заехал чуть раньше, и решил поменять не Мидиум на Мидиум, а Мидиум на Хард, чтобы до конца доехать, сделать небольшой по сути антеркат. Плюс еще одна причина этого была то, что у меня не было свежего Мидиума, мне бы поставили уже использованный Мидиум с квалификацией, соответственно, он был бы на пару кругов уже изношенным, что не дало бы мне до конца доехать с комфортом, мне пришлось бы под конец уже просто страдать от того, что у меня не было бы нормального зацепа. Выезжаю от спидстопа, и начинаем мы свою погоню за впереди идущими. Впереди меня шел Квят и Рикьярда, два моих, два моих главных соперника, и, собственно, мне их надо было обязательно обойти. Квят начинает атаку на Рикьярда, но, к сожалению, успевает ее закончить, и Рикьярда начинает ехать бок о бокса. Квят, начинает они ехать весь первый сектор, соответственно, терять на этом время. Я уже планировал то, что в четвертом повороте я сделал так же, как на первом кругу с двумя Рено, но, к сожалению, я был чуть дальше них, и из-за этого не решился так прям атаковать их. И Рикьярда к этому моменту уже возвращает свою 11-ю позицию, я же думаю, где я буду проходить Квята, и решаю уже в пятом повороте, так нагло во внутреннюю часть поворота врываюсь и прохожу тем самым Квята. Теперь остается только Рикьярда, и до конца гонки у нас также еще остается 7 кругов. Самое обидное то, что Рикьярда шел на 11-й позиции, то есть, соответственно, даже если я его пройду, я не получу никаких очков. То есть, ну, если бы я не прошел бы в третий сегмент, я думаю, что такая гонка сложилась немного иначе, я бы смог бы финишировать на более высокой позиции. Ну, ладно, посмотрим, как пойдет. Все-таки 7 кругов, все еще впереди, Ботас еще как бы в гонке, и как бы он может еще сойти. Ну, а что? В Баку он сошел, в принципе, за 2 круга до финиша, так что почему бы здесь он вообще бы сошел на последнем кругу. Ну, и да, может быть, все-таки в этот раз он сможет финишировать, опять же, на хорошей позиции. Посмотрим, как оно будет. Входим мы с Рикьярда на старт-финишную прямую, где у меня будет уже ДРС, и также еще слепстрим от него. Соответственно, без каких-либо проблем я еще к концу прямой успеваю придить Рикьярда, и теперь осталось его сдержать позади меня. Конечно же, я надеюсь, что кто-то еще сойдет, потому что, ну, как бы хотя бы 1 очко, ну, надо получить хоть как-то. Ну, и да, с Рикьярдом мы начинаем еще борьбу между собой, обмениваясь позициями потихоньку, и вот, собственно, у меня на 2,8 кругу опережает обратно, на следующем кругу я его смогу опередить, потом он, ну, и, короче, как с Пересом у меня было в Баку, мы начинаем обмениваться, но просто я не стал это все вставлять. Вот, на 2,8 кругу у нас происходит чудо, у нас сходит Райканин, и теперь моя борьба с Рикьярда была хоть насколько-то значимой, поскольку мы теперь бороли за 1 целое очко, но, в принципе, очко и то хорошо. Так что с Рикьярда я теперь начинаю бороться потихоньку, подъезжаю к нему и начинаю выжидать. Ну, точнее, как выжидать. Собственно, обмен позициями у нас был, и на предпоследовании кругу я опережаю Рикьярда, и уже до конца дистанции я без каких-либо проблем проезжаю в 10-м, и смог закончить на этом же 10-м месте и гонку. Да, конечно, сказать то, что этап получилось каким-то скучным, была борьба неплохая, но все-таки провал твоей квалификации, именно выход в третий сегмент, не дал мне возможность финишировать на более высокой позиции. Опять же, я это знал, не знаю, зачем прям так жестко топил во втором сегменте и прошел по итогу в третий, но, ладно, для меня это, опять же, будет, так сказать, опытом, что лучше вот притормозить, опять же, как я это иногда делал, но не проходить в третий сегмент, чтобы не иметь лишних проблем с лишним пидстопом, на котором я не смогу отыграться, поскольку у меня просто не хватит темпа. Выигрывает гонку у нас Юнис Хамильтон, и самое главное, что Ботас все-таки доехал, доехал он на хорошей второй позиции, что для него неплохо. Надеюсь, и в будущем он сможет также хорошо финишировать, поскольку, ну, серьезно, за первые четыре этапа финишировать только в двух, и то в Австралии он финишировал на последних позициях, из-за сломанного переднего текла, и он не мог тогда пройти Вильямс, это было, конечно, сильно. На третьем месте у нас приехал Леклер, в принципе, тоже неплохо для него, Феттель постепенно, постепенно, как и в реале, уступает уже Леклеру. Представь, он у нас смог прорваться с 13-го места только на шестое, даже несмотря на то, что у него был всего лишь один пидстоп, он не смог отпередить своего напарника, и также догнать лидеров, которые уперлись в один момент в трафик, все равно это ему не помогло. На шестое место все равно неплохо, но, конечно же, если бы не штрафы, он бы смог финишировать на гораздо высокой позиции, а именно на первой. Лучший круг у нас собрал Феттель, до этого у нас собирал три раза круг Льюис, но в этот раз ему не повезло немножко, ну и Феттель за счет Слепстрима, скорее всего, и ДРС, собрал его чуть лучше, чем Льюис. Ну, хотя, судя по времени, то Феттель довольно сильно стал, и, скорее всего, он даже боролся с Гасли за четвертую позицию, за счет этого, скорее всего, он и собрал хороший круг. В данный момент у нас фотос потихоньку прорывается со дна, поскольку он только в двух гонках заработал очки, но, в принципе, две гонки по 18 очков тоже неплохо. У нас же все лишь одно очко, ну, хотя бы одно, и то уже радует. Соперим, что с Аквятом мы уже закончим в Монако, что неплохо, значит, будут лишние ресурсы с Элькерда чуть позже, и также, да, начиная с этого этапа, мы начинаем уже апгрейдить свой болид, наберем уже первую модификацию напряженную силу, которые нам приедут в Монако. Конечно, не дадут они нам прям большой прирост, но какую-то пряженную силу дадут, и за счет этого, может быть, на пару-тройку тысячных мы будем быстрее. Также еще остатки ресурсов я решаю вложить в износ устойчивости, поскольку с ДВС у нас уже все очень плохо, у нас уже идет, если я правильно помню, третий ДВС, что крайне печально, поскольку штрафов, походу, придется взять в этом сезоне очень и очень много. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч, ребят, пока-пока, и удачи вам.